Телекомпания Веневисион представляет Лилибет Марилио, Карлос Монтилия, Фабиоло Кульминар из Хорхе Аравена, Мариса Роман, Анна Карина Касанова, Хуан Карлос Гарсия В телесериале «Любовь сводит с ума» Сценарий Альберто Гомеса и Леонардо Падрона В телесериале снимались Нуэля Артиага, Энри Сотто, Беатрис Вальдес, Янис Чимарос, Роберто Ламарко, Гледи Сыбарра, Таня Сараби, Альберто Алифо, Милена Сантандер, Чони Фуэнтес, Кармен Хулио Альварес, Лоли Санчес, Даниэла Баскопе, Карлос Вильямисар и другие Композиторы Пабло и Виктор Эскалона Операторы Элио Мачадо и Джонни Феблес Генеральный продюсер Мануэль Фрейс Грихальба Режиссер Сесар Боливер Любовь сводит с ума Слушай, Расаура, подожди, давай не будем из-за всякой ерунды ссориться Скажи правду, ты забеременела, а мне ничего не сказала? Гильхерма Ответь! Ты с ума сошел? С чего ты взял, что я беременна? Не знаю никакого ребенка Я просто о нем мечтаю Мне бы очень хотелось, чтобы у нас с тобой был малыш Понимаешь? Нет, об этом и речи быть не может, по крайней мере сейчас Так что выбрось эти безумные мысли из головы Нам сейчас никак беременеть нельзя, Расаура Почему? Только не надо на меня так смотреть Потому что нет Потому что сама посмотри, где мы с тобой живем Ютимся с твоей мамой А на мою зарплату, Расауру Мы не то что холодильник не можем купить Нам даже на продукты не хватает Это такая ерунда, Гильхерма С этими проблемами легко справиться Подожди, а как же твоя учеба? Ты об этом не подумала? Или ты бросишь университет? Я хочу, как говорит пастора, как любит твоя матушка, повторять, чтобы ты диплом получила и хорошую специальность Ты только подумай, как будет разочарована пастора, когда узнает, что ты бросила учебу, моя красавица Она столько сил положила на то, чтобы оплатить твое образование Вот что, мама, хватит нудить, надоело Не собираюсь я бросать университет Еще ни одной лекции не пропустила Да, это правда, ты ни одной не пропустила лекции А когда родится ребенок, кто с ним будет сидеть? Пастора? Дудки, твоя мать такой шум поднимет, если ей придется нянчиться с мемито И вот что я тебе еще скажу, Расаура, одно дело мечтать, а совершенно другое потерять рассудок Ладно, Гильермо, успокойся Ну, раз ты не хочешь говорить на тему нашего будущего ребенка, я ее закрываю Раса навсегда, чтобы ты не злился Ну, зачем же Раса навсегда? Гильермо, я почему об этом заговорила? Как посмотрю на беременную Анамарию, так сразу начинаю мечтать Мы же с ней как сестры, представляешь, у каждой было бы по ребенку Они бы у нас вместе росли, играли Было бы здорово, правда? Да ладно тебе хмуриться, это просто мечты Смотреть, как два ребенка вместе играют и растут? Это что ж такое? Господи Расаура не должна узнать, что Анна Мария ждет от меня ребенка, и уж тем более, что они с ней сестры Да, мэмо, ты попал Мои мальчики Мои детки У меня их забрали Отняли Отняли моих сыновей Увезли Отобрали детей у безумной чаны И остались у безумной чаны Обе руки пустые Мои мальчики Мои сыночки Мои дети Верните сыновей безумной чаны Отдайте ей сыновей Мне нужны мои мальчики, мои детки, мои малыши Анна Мария, твоя свадьба станет пределом мечтаний Все знают, какие потрясающие праздники устраивает твой отец Можно не сомневаться, твою свадьбу мы все будем долго помнить Да? Ты так думаешь? Естественно Я уже представляю, каким роскошным будет твое свадебное платье И вообще, твой отец настолько богат, что твоя свадьба станет незабываемой Девочки, вы как два попугая Не закрывая рта Трещите про свадьбу Анны Марии Хотя сами прекрасно знаете, что ей совершенно не хочется выходить замуж за этого кретина Эмилио Ты прав, Эмилио довольно противный тип Более чем Но раз уж, Анна Мария, у тебя будет ребенок Естественно, придется научиться терпеть своего будущего мужа Мое замужество превратится в одно сплошное терпение Анна Мария, извини, что вмешиваюсь не в свое дело Но ты же не любишь Эмилию и не обязанного ходить за него замуж Уж лучше стань матерью-одиночкой Так уж будет лучше Я с ним согласен, Анна Я же твой друг, и ты это знаешь Пойми, это во времена наших бабушек Родить ребенка без мужа считал с грехом и позором А сейчас, радость моя, нет Сейчас все по-другому А что, Анна Мария, сейчас многие женщины заводят детей автономно Подружки не люблю, когда ты хандришь, не унывай Тебе стоит заняться приготовлением и к свадьбе, Анна Мария Бабушка, тебе прекрасно известно, что я не хочу выходить замуж за Эмилию Но твой брак дело решенное Вы меня простите, донья Максимилиана, я знаю, меня это не касается, но По-моему, это жестоко, принуждать Анну Марию к браку с нелюбимым мужчиной Так нельзя Ты так думаешь, мальчик? По-твоему, Анна Мария должна выйти замуж за этого маргинала? За мемо? Эмилио не идеал Но он человек нашего круга и с очень громкой фамилией Бабушка, я чувствую себя ужасно Ужасно ты должна была себя чувствовать, когда стала заглядываться на этого нищего шофера Как? Ты сейчас в Каракасе, отец? Да, дочка, я вернулся в Каракас Все время переезжаю с места на место, чтобы сбить полицию со следа Не попасться Я тебя умоляю, папа Будь осторожен Не волнуйся, родная моя, ты же знаешь, меня голыми руками не возьмешь Хочу тебя попросить Свяжись с Пабло и передай ему от меня информацию Обязательно Правда, придется звонить ему на мобильный, я уже несколько дней как не вяжу с ним Ты же еще не знаешь, что он был похищен Что ты сказала? Его похитили? А сейчас он в порядке? Слава Богу, все обошлось Как только ему удалось сбежать от похитителя, он тут же поехал в поместье, чтобы быть рядом с Фернандой Черт возьми, ты меня здорово напугала Только знаешь, что я тебе на это скажу? Максимилиано, вот кто стоит за его похищением Именно про нее и хочу сообщить Пабло Передай ему, что Максимилиано Сантана проиграла огромную сумму Она по уши в долгах и скрывает это от своих дочерей Расскажи ему об этом, дочка Обязательно расскажи Пусть хорошо обмозгует эту ситуацию Сейчас самый подходящий момент, чтобы свести с этой дамочкой счеты Да хранит тебя Господь, родная моя До свидания Береги себя Я слышал, как вы сами с собой разговаривали, и хотя ничего не понял Но мне показалось, вы чем-то встревожены Нет, нет, ну чем я могу быть встревожена, Пабло? Вам показалось Здравствуйте Здравствуйте, доня Максимилиано Пойду сообщу сеньоре Фернандо, что вы приехали Здравствуйте А можно вопрос? Как ваши ночные набеги на казино, сеньора? Что ты сказал? Банк часто удается сорвать В последнее время много денег выиграли Извините Я уезжаю в Каракас Кто сказал Пабло Мартинесу, что я игрок? Войдите Разрешите? Вы меня звали, сеньора Ракель Да, Хуанчис И для чего? Я хочу покататься Оседлай мне самую лучшую лошадь Одна? Нет, со спутником Со своим мужем Живым покойником Так что приготовь двух лошадей Это у вас вряд ли получится Почему? Сеньор Пабло уехал в Каракас Что? Что-нибудь чувствуешь? Нет Ничего Я только одно чувствую, что больше никогда не встану на ноги Арнальдо, наберись терпения Мало по-мало Если бы вы мне позволили Я бы вас вылечила, хозяин Ты? Да Мистика много чего знает Мистика разбирается в целебных и чудодейственных травах И если возьмусь за вас То с помощью моих ангелов и моих демонов-хранителей Быстро вас на ноги поставлю Милочки, нельзя быть такой темной Я врач И только наука поможет Арнальдо Встать на ноги Наука, а не твое колдовство Вы зря не доверяете оккультным силам, докторша Их власть велика Они могут все Мистика Убирайся отсюда Я не в том настроении, чтобы выслушивать эту чушь С вашего позволения, хозяин Арнальдо Хотела тебя спросить После несчастного случая Ты по-прежнему свои мужские функции способен выполнять? Вы хотите это проверить, теща? Конечно, хочу Тебе нужно сделать ребенка, Фернандо Если Фернандо забеременеет, то уже никогда тебя не бросит Спасибо, что приехала меня навестить, сестренка Фернандо, о чем ты говоришь? Не надо меня благодарить А то ты не знаешь, что всегда можешь на меня рассчитывать Какая жалость, что ты от меня далеко И я не могу приезжать к тебе почаще Я пока не могу покинуть поместье Мне это известно Давай присядем Главное, не теряй присутствие духа Как Арнальдо? Как Арнальдо? В каком настроении? Он смирился со своим параличом? Нет, конечно С каждым днем Арнальдо становится все злее и злее Он меня возненавидел Убил себе в голову, что по моей вине оказался в инвалидной коляске Но самое худшее еще впереди Я имею в виду не только себя, но и Анну-Марию Уже все готово к ее свадьбе с Эмилио Что? Фернандо Ты не можешь позволить Анне-Марию выйти замуж за Эмилио Он негодяй, сделает ее несчастной А что я могу поделать, Мара? Как помешать этому браку, если сама Анна-Мария решительно настроена выйти за Эмилио замуж? Анна-Мария сама не понимает, что делает Она не догадывается, что готова совершить самую ужасную ошибку в своей жизни Она никогда не будет с ним счастлива Вы тогда раздайте приглашение на нашем факультете Держите, это тебе, Сальвана Вики, это тебе Канди, Симон, пожалуйста, вы тоже возьмите и раздайте в агентстве Обязательно, Анна-Мария Спасибо Ладно, подружка, нам пара Спасибо, что навестили Пока Счастливо Удачи тебе, спасибо, дорогая Пока Анна, мне искренне жаль, что ты вынуждена выйти замуж за Эмилио Поверь, этот парень слова доброго не стоит Я знаю, Сальвана, я все это знаю Но поверь, у меня нет другого выхода Ну, смотри Пока Анна-Мария Зачем тебе это? Зачем? Ты же можешь одна воспитать своего ребенка Кто тебя заставляет, но не будет у твоего ребенка отца Кике Эмилио не только станет отцом для моего ребенка У меня на него другие виды Он поможет мне навсегда забыть мема А Пабло кого-нибудь в своем похищении подозревает? Точно он не знает Но подозрения у него есть У меня тоже есть свои подозрения Ты считаешь, что кто-то распорядился похитить Пабло? Фернандо, я об этом думала и Нахожу это все слишком странным Но кого ты подозреваешь, Мара? Говори с ней, прошу Фернандо, я Я не знаю, как тебе об этом сказать, но Мама смертельно ненавидит Пабло Она готова на все Лишь бы тебя с ним разлучить Я долго над этим думала, не знаю Возможно, в минуту отчаяния она решилась Нет Нет, Мара, ради Бога Я тебя умоляю, это было бы ужасно Как бы сильно мама ненавидела Пабло Я уверена, она бы никогда не распорядилась похитить его Синьор Давил, я бы хотел, чтобы вы мне объяснили, зачем пригласили к себе Если не ошибаюсь Это же вы Много лет назад защищали в суде одного убийцу Как его Как его Пабло Мартинеса Это же были вы, да Все правильно, и процесс Я проиграл, что очень отразилось на моей профессиональной репутации Естественно А все потому, что ваша защита заведомо была обречена Пабло Мартинес убил Романа Сантану Вы, как адвокат, разве не согласны, что его обязаны были осудить? Его и осудили Вот оно как, Игнаси Айгиры Пабло Тебе прекрасно известно, что я не убивал Романа Пабло стал козлом отпущения Впрочем, я сюда не за этим пришел Разговор пойдет о другом Это я попросил Синьора Давилу пригласить тебя, чтобы с тобой поговорить Точнее Сделать тебе предложение Предложение Предложение? Ты хочешь сделать мне предложение? Не понял Мне известно, что Максимлиана де Сантана заложила свой дом тебе Хозяину залоговой конторы Мне также известно, что если она тебе не заплатит То потеряет свой дом И ее особняк достанется тебе В качестве компенсации Я прав Поэтому Мне бы хотелось сделать тебе предложение Я готов Перекупить долг Максимилиана Заплатив за него двойную сумму Нет, Мара Не смей больше этого повторять Ну зачем маме понадобилось похищать Павла? Чтобы разлучить его с тобой, Фернандо Открой глаза, это же очевидно Нет Это не так, Мара, нет, ради Бога Я согласна, мама способна на ужасные поступки Чтобы организовать похищение Мара, приди в себя, ты говоришь о нашей матери Она же не чудовище Я Сюрприз Надо же, Мара Я не знала, что ты гостешь в поместье Здравствуй, мама Я заехала проведать Фернандо Какие славные у меня дочки О чем разговаривали? Да так, ни о чем А может, о Пабло Мартинесе? Мне кажется, я угадала Это же твоя любимая тема, Фернандо Ты любишь Пабло Мартинеса Умираешь от любви Ради этого типа готова погубить свой брак Бросить семью А он живет себе припеваючи Целуется с Ракель Гуляет с Ракель Спит с Ракель Наслаждается телом Ракель Мама, пожалуйста Фернандо А ты любишь страдать Это твой конек Я была вынуждена принять Этого типа в своем доме В Каракасе Но ты и здесь Живешь с ним под одной крышей Это уже неприлично, Фернандо Как ты не понимаешь? Пабло Мартинесу нужно лишь одно Разбить тебе сердце Этот человек планомерно Изо дня в день губит тебя Чтобы ты осталась одна И когда ты останешься одна Он сбежит с этой вертихвосткой Мам, я не желаю говорить о Пабло и Ракель Хотелось бы надеяться, что это правда Что ты никогда больше в своей жизни Не захочешь говорить о Пабло Мартинесе Покончи с этим, Фернандо Переверни эту страницу Пойми, единственного мужчину Который боготворит тебя Зовут Арнальдо Арисменди Неужели ты веришь, что этот мерзавец Арнальдо любит И боготворит мою сестру? Фернандо, ты всегда верила В невиновность Пабло Мартинеса Но у него действительно есть две стороны Вполне возможно, что Ты приняла ложную сторону Этот человек как раз и является тем Кого ты отказываешься в нем видеть Убийцей И зачем тебе выкупать У меня особняк Максимилиана Пабло? А ты сам как думаешь, Игнасио Агире? Чтобы с наслаждением Выставить Доню Максимилиану На улицу Неужели ты на самом деле веришь, что я предам Максимилиану С которой дружу Всю свою жизнь Чтобы помочь тебе Нет, нет Я не прошу мне помогать Я понимаю, ты, естественно, на это не пойдешь Но Я уверен, что ты Готов придать ее За деньги Мне известно, что ты всегда был И остаешься человеком тщеславным Слушай, я тебе не позволю Брось, дом заложен на 150 тысяч долларов Я готов дать тебе за него 300 тысяч 300 тысяч долларов? И ты полагаешь, что за 300 тысяч долларов Я способен так поступить с Максимилианой? Да Способен И ты это сделаешь за сумму, которую я тебе предложил Кроме того, Игнасио Сделка останется между нами Другими словами Получишь 300 тысяч долларов Залог перейдет в мои руки А ты будешь молчать И ни слова не скажешь Максимилиане Ты же не такой дурак, чтобы прийти к ней и заявить, что ты ее предал, понимаешь? Будешь молчать Пока я не разрешу Публично объявить себя хозяином дома Вы согласны или... Нет, сеньор Агера 300 тысяч долларов Вот именно 300 тысяч долларов Наличными, как говорится Наличными Согласен Я согласен Ну, идите Привет, Пиролита Ты меня помнишь? Еще бы Ты приятельница Иван Сито? Да Мы учимся в одном классе Слушай, Пиролита Иван мне сказал, что Вы с ним жених и невеста? Да Мы с Иваном встречаемся Обещай мне, Пирола Что тебя не хватит удар Чтобы моя совесть была спокойна Пирола Пирола Иван тебя обманул У него Лишь одна невеста И я Да, милый, береги себя Надеюсь, ты помнишь, мой дорогой Я не хочу, чтобы ты встречался с этой заморашкой Пиролитой Ты такой гламурный мальчик Сын эксклюзивно гламурной матери Не можешь опускаться до общения с продавщицей газет И усердно учись, Иван Сито На днях я за тобой пришлю, чтобы ты погостил в нашем поместье Пока Целую А это еда для кого? Да вот хочу отнести одному Сеньору Если тебе это так интересно, Ракель То это еда для одного бодрака Он заболел и сейчас не работает Ты довольна? Какие вы сострадательные Какие щедрые Какие благородные Я сейчас расплачусь, сестры милосердия Ты несешь поесть без омнычания? Да, милая, вот Собрала для нее Я думала над этим совпадением, Нанна Луиса Ведь эту женщину зовут точно так же, как покойную мать Пабло Детка, я Никому об этом не рассказывала Но больше не в состоянии скрывать От тебя правду Ты говоришь мне про какую-то тайну, Нанна Луиса? Да Моя девочка И она связана с без омнычаной? Да Если я и решилась открыть тебе ее спустя много лет То только потому, что ты познакомилась с этой женщиной Хотя я была уверена, что этого никогда не случится Я открою тебе одну тайну, дочка, но ты должна ее хранить Какую тайну, Нанна Луиса? Это несчастная сумасшедшая Родная мать Твоего брата, сеньора Романа Я знал, знал, что Игнасио Агиры за деньги придаст Максимилиано де Сантана Так Когда она будет в моей власти Тогда я уничтожу ее Иван, твой жених Да, мы жених и невеста Это неправда Мы с Иваном встречаемся Кроме того, сеньора Ракель меня очень любит И она никогда не допустит Чтобы девушка не из их среды стала женой ее сына Так что тебе придется помахать ручкой, Иван Сито Послушай, Перулита Я хочу стать твоей подругой Ты должна мне доверять Не позволяй Ивану Обмануть себя Ведь ему просто хочется позабавиться с тобой Ладно, я пойду Не позволяй ему Пока У Ивана Есть невеста Она богатая И гораздо красивее меня Ана-Мария Привет Как дела? Привет Нормально А вы зачем приехали? Ты же знаешь Я без машины Ассар согласился меня подвезти Сегодня Симон раздавал приглашение на твою свадьбу Вот я и решила узнать А нас с Мэмой Ты на свою свадьбу Не пригласишь? Нет, нет, нет Этого не может быть, Нана Лысина Как такое возможно Чтобы безумная Чана Была родной матери Моего покойного брата? Пожалуйста Только Доне Максимилиане Не говори Что я тебе открыла эту тайну Если она узнает То может Нет, не бойся Не бойся, Нана Луиса Не переживай Я буду молчать Но Подожди Подожди Ты должна мне рассказать Как такое могло случиться? Я ничего не понимаю Покойный сеньор Роман был твоим сводным братом По отцу Роман не был сыном Доне Максимилианы У твоего отца была любовная связь С безумной Чаной В то время она была очень красивой женщиной Дочка И когда Сеньора Амандо То есть Чана Родила Романа Твой отец забрал у нее ребенка И отдал его Доне Максимилиане На воспитание Господи Даже не верится У бедняжки безумной Чаны Был еще один сын На год старше Романа Она родила его От другого мужчины Своего мужа Которого оставила Ради твоего отца Сеньор Амандо Потеряла Двоих своих сыновей Один из них достался Твоей матери А другого забрал Его родной отец Она после этого Потеряла рассудок И стала бродяжничать В этих краях Все забыли ее настоящее имя И стали звать Безумной Чаной Боже мой Бедная женщина Не мудрена сойти с ума Лишившись своих сыновей Чана осталась одна Семь забытая И оплакивает сыновей А старший сын Безумной Чана Кто он, Нанна Луиса? Что известно о втором сыне Безумной Чана Очень скоро Вы покинете пансион Карминьи И переедете ко мне В особняк Сантана Ты возьмешь нас к себе В особняк? А как же дуня Максимилиана? Она тебя смертельно ненавидит И никогда этого не разрешит С сегодняшнего дня И впредь Эта сеньора будет вынуждена Со мной считаться Я вышел на тропу войны И готов Разгромить своих врагов Я не хочу жить в этом особняке, Пабло Мне будет нелегко каждый день Видеться с Арнальдо Арисменди Ты же знаешь Этот человек поломал мою жизнь А тебе не придется Видеться с этим сеньором Каждый день Особняк Сантана в моих руках Очень скоро я стану его Единоличным хозяином И смогу позволить себе Роскошь Выгнать на улицу И Максимилиану И Арнальдо И всех остальных Включая Фернандо? Да И ее тоже Она сможет вернуться в этот дом Лишь тогда, когда уйдет от своего мужа Этого шута Арисменди Поверь, у меня голова кругом идет От всего, что я сейчас услышала Но я одного не понимаю Как тебе удастся Завладеть особняком? У меня есть свои методы Чуть не забыла, Пабло Мне же отец звонил Слава Богу, с ним все в порядке Он сейчас в Каракасе Просил тебе передать Что Доня Максимилиана По уши в долгах И все эти долги Перейдут в мои руки Таким образом Я уничтожу ее Максимилиана окажется на улице И будет Беднее церковной крысы А теперь, дочка, когда ты знаешь правду Дай мне слово, что никому об этом не расскажешь Не волнуйся, Анана Луиса Я умею хранить молчание Как и ты Теперь, когда мы обе знаем эту тайну Мне на душе стало легче Уверена, на тебя можно положиться Если Доня Максимилиана выяснит, что родная мать Синьора Романо до сих пор жива Она ни перед чем не остановится Доня Максимилиана ненавидит Бедную Синьору Амандо за то, что Та была любовницей твоего отца Ну, так что, Анна Мария Значит, нас с Мэмом Ты на свою свадьбу не пригласишь? Лично мне Симон уже передал приглашение в агентстве Я вас оставлю одних Пойду, пройдусь Осмотрю поместье Здесь у вас очень красиво Да, да, конечно Можешь попросить служанок сок тебе принести Отлично Будь как дома Расаура, как ты могла подумать, что я тебя не приглашу? Я обязательно бы это сделала? Я знаю, это была шутка А где мое приглашение? Сейчас Как лучше Дать тебе и Гильермо одно приглашение на двоих Или вы хотите, чтобы у каждого из вас было свое? Нет, нет Нас хватит одного на двоих Мы же супруги Ничего себе Какая прелесть, Анна Мария, просто супер Мы с Гильермо обязательно к тебе приедем Я знаю, Расаура Знаю, что В этот день вы меня не подведете Ну и жарище Как только Арнальдо появится Надо будет ему сказать, чтобы кондиционер нам подарил Такую жарищу в Каракасе не жизнь Петра, ты мне лапы так сильно не жми, больно ведь Ноги, сеньор Альвида, надо ноги говорить И зовут меня не Петра, а Хосефа Ишь ты, какие мы грамотные Детка, как там тебя? Ты давай понежнее, у меня ноги без того, больные Мама, благословение Я так рада, так рада Нет сил А что случилось? Я достала, наконец-то достала Что ты достала? Хватит ягодить, что с тобой? А то, что я раздобыла, сейчас упадешь Адрес поместья, где сейчас отдыхает Арнальдо С этой занудой, бледной молью, противной, глупой Фернандой Как тебе? Серьезно? Мама, какое счастье Теперь? Теперь Арнальдо Аресменти Узнает, на что способна Лилиана Аламо Я ему покажу Что? Мы завтра прямо с утра поедем к нему в поместье, мама Закатим грандиозный скандал И плевать я на все хотела, мне без разницы Я уже сыта по горло тем, что этот придурок Мой котик дурачит меня Все это время где-то прячется Я больше мириться с этим не желаю, хватит с меня Давай, милочка, ступай, давай, давай Лупита, открой дверь Хосефа, синьора Альвида, Хосефа Какое ужасное имя Давай, шевелись, потом сделаешь массаж и мне А то я ноги натерла Здравствуйте Здравствуйте, здесь же вот синьора Альвида Да, проходите Как? Сама кандидат Канелон Неужели? Мы что, с тобой соседи? Ничего себе Кандидат Канелон Первая актриса Венесуэла Самая красивая Дай-ка на тебя посмотреть Ну надо же А по телевизору тебя такой страшилый Показывает старый, толстый А в жизни совсем девчонка Красавица в самом соку Ядно слышать Ну что поделаешь, синьора, если мне всегда предлагают роли старух А какая у вас фигура Красотка Большое спасибо, синьора Ваша Альвида зовут? Собственной персоной Да, это моя мама Большое спасибо за ваши чудесные комплименты Мне сказали, что вы замечательная гадалка Я за этим к вам и пришла И правильно тебе сказали, радость моя В этом доме одни звезды телеканала Веневисьон живут И все как одна приходят ко мне за советом Все Все Так что ты попала по адресу Таких, как я еще поискать Шик, блеск, супер Лучшая гадалка Каракаса Я на тебя и карты раскину, и порчу сниму И все, что захочешь, делаю Милочка, как тебя там зовут? Я запамятовала Валентина Тащи все мои причиндалы, клади на стол Сама знаешь, что мне надо Я буду на картах гадать Да, сеньора Какая честь К нам пожаловала сама Каредат Канелон Каредат Канелон Да во всей вселенной На всем млечном пути Лучше вас, актрисы, нет Честно Спасибо, дорогая, благодарю Привет, счастье моё Я был в Каракасе по важным делам Но всю дорогу и туда и обратно Я думал лишь о тебе Только о тебе Пабло, тебе опасно здесь находиться? Ничего не говори Позволь обнять тебя Пабло, нас здесь могут застать Ракеля или кто-нибудь ещё В этот дом никто не придёт Никто, и тем более в твою комнату Пабло, это нехорошо А что хорошо Что хорошо, по-твоему Что мы с тобой создали Семью с нелюбимыми людьми Это разве хорошо? Хорошо, что меня оболгали И нас с тобой разлучили на 20 лет? У меня Есть лишь одна правда То, что я люблю тебя А ты любишь меня И это твоя правда Пабло, пожалуйста Ты не представляешь В какое я впадаю в отчаяние Когда ты рядом А мне нельзя прикоснуться к тебе Почувствовать тебя Мне невыносимо видеть тебя Рядом с Рисменди Я тоже не могу видеть тебя рядом с Ракей Мне больно думать Что ты спишь с ней? Это правда Я сплю с ней Но между нами нет близости Я до неё не дотрагиваюсь Уверяю тебя Хотя она меня об этом и просит Но я ей не уступаю Не уступаю Поклянись, что это правда Клянусь Мы попались На русский язык фильм озвучен компанией Зон Вижн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok